Ура! 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 Дорогие товарищи офицеры, позвольте вас поздравить с этим приятным событием, потому что действительно, когда рабочие места обустроены, когда они оборудованы, в них приятно работать и нести службу. В третьем месте было отмечено и награждено грамотой по работе в 2015 году. Благодарность и от городского совета депутатов, и от районного совета депутатов за ту нелегкую, но очень важную и очень трудную работу, которую шляете на территории Кингисевского района, обеспечивая безопасность движения в нашем районе и в городе. И с уверенностью могу сказать, что у вас достаточно очень много уже положительных результатов и успехов. Думаю, что ваша работа будет отмечена должным образом. Желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего и успехов в той работе, которую вы осуществляете на благо города Кингисевского района и его граждан. Я хочу выразить благодарность имуличному составу отдела ЕВД Кингисевского района. Действительно, вас уже можно ставить пример, действительно, у вас позитивные сдвиги в работе. Но, как сказали, третье место – это тоже хорошо, но я к чему стремиться. Нужно стремиться к первому, то есть не останавливаться на достигнутом. Поэтому я желаю вам именно стремления вперед. Работа, конечно, у вас сложная, работа морально тяжелая, потому что, ну, в принципе, это конфликт, конфликт интересов. Действительно, вашу работу мы ставим уже пример и на территории Ленинградской области. Я всегда привожу и рассказываю, как работает наш Кингисевский отдел. Сегодня новоселье, сегодня у вас праздник. С праздником вас, с открытием такого замечательного здания и успешной вам работы. Поручение главы администрации, Георгий Викторович, разрешите вас поздравить с этим прекрасным объектом, с прекрасным днем. Являюсь еще одновременно председателем комиссии по безопасности дорожного движения. Хочу с благодарностью высказать лично Виталию Павловичу и другим участникам процесса. Мы, бывает, в здоровой спорах, конкуренция, так скажем, рождается истина. Проводим эти мероприятия. Результатом всему повышение безопасности дорожного движения. И по цифру, вещь упрямая, по статистике прошлого года у нас безопасность по сравнению с предыдущим периодом значительно выросла. Вопросы, которые касаются администрации, будем стараться их совместно решать. Спасибо всем и удачи! Дай палочку! Граждане, которые попадают сюда, они имеют возможность ознакомиться со всей информацией, доступной. Сейчас мы понимаем, что сайт госуслуг у нас существует. Мы также являемся участниками оказания этих госуслуг в части информирования населения о платежах штрафа, которые на них начислены. Здесь имеется банкомат, терминал, который принимать можно также сделать платежи. Здесь смена заступающая, приходит, инструктируется командирами, они получают задачи и выезжают уже на линию осуществлять свою деятельность. Здесь информационный, вот мы устроили такую ситуацию, можно демонстрировать все то, что на экране, какие-то доводить эти самые новшества. Администрации удалось наладить взаимодействие в части контроля в онлайн-режиме за уличной дорожной сетью города Кингисеппо, потому что вот этот монитор сейчас, у, маленькая ремарочка, но здесь мы уже опробовали все 24 камеры безопасного города демонстрируют автономку в онлайн-режиме на улицах города Кингисеппо. В наших условиях нам это очень помогает, спорные вопросы, плюс раскрытие преступлений. Безопасный город это одно из подспорий. На что хотелось бы в первую очередь обратить внимание, это выезды и трансы из города Кингисеппо, чтобы обозгнуть их в первую очередь, если мы уже занимаемся, начать именно Крикорское шоссе, это самое Каскаловка, Наскарское шоссе, это как раз бы обеспечило, то есть лактика, похоже, для тех, кто сюда приезжает транзитом, совершать какие-то противоправные действия. Тогда, конечно, мы поддержим. Это более реально, если софинансирование областной, наш бюджет, тогда, конечно, мы поддержим. Здесь инспектор по розыску осуществляет свою деятельность, принимает граждан, опрашивает, занимается тем, что выясняет, ищет тех, кто срылся с места ДТП. Вторая. Следует дорожно-транспортное происшествие. Осуществляет прием граждан. Теперь у каждого рабочее место оборудовано информационными базами компьютеров. Раньше был один компьютер, на всех троих. Теперь каждый имеет возможность отдельно, самостоятельно вести расследование и осуществлять беседу, опрос граждан, которые стали участниками ДТП. Госинспектора ДТП – это как раз-таки те инспектора, которые следят за безопасностью в целом и обустройством уличной дорожной сети. Освещение, светофоры, дорожные знаки, разметка, уборка уличной дорожной сети. Так что дорожно-отзоры, они вот сейчас, опять же, имеют кабинет самостоятельно, принимают как граждан, должностных лиц, и осуществляют свою деятельность. Опять же, оборудованы каждое место информационными базами, которые имеют они непосредственно доступ, ну и впоследствии им также на экран сюда. Все, мы как раз-таки и... Другие условия? Лучше, удобно? А не удобно. А раньше как было? Трудников один компьютер по очереди, чтобы написать, кому-то что-то, кому-то направиться на какую-то информацию, подготовить материалы, менять. Госинспектора Технического подзора осуществляют контроль за пассажирскими перевозками. Вот как раз последняя вчерашняя ситуация, то, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело, это за ворушение правил перевозки пассажиров. Они как раз-таки курируют все вот эти папки, как раз это все предприятия района, которые у нас зарегистрированы, и соблюдение им правил. Правил и норм в сфере безопасности как раз непосредственно их работа. Для Технического района в том числе, для граждан нашего района, такое вот просторное здание, когда может уже гражданин прийти и не ютиться. Вот то, что мы имели, наверняка многие знают, где раньше находилось подразделение ГИБДД, и то, что имеем сегодня, на сегодняшний день, светлое, большое, отремонтированное, значит, удобное и с большими просторными кабинетами. Это для сотрудников удобно, это и для граждан удобно. И вот это все стало возможным, конечно, благодаря, естественно, руководству главного управления по Санкт-Петербургу и Городской области, руководителю Сергею Павловичу Мнову и заместителю, это генерал-майор Абакумов Иван Васильевич. Вот он лично приезжал сюда, мы приглашали его сюда, значит, я лично приглашал. Он прилетал, если, может быть, в какие-то моменты помнится, верталь был, да, полиция, что-то случилось. Значит, генерал поснуял наши все, скажем так, достижения по содержанию здания основного. Вот сюда был привезен, показали свои вот эти вот... На тот момент здание было в плачевном состоянии, значит, вот было принято решение о выделении денежных средств на ремонт ГИБДД. И сегодня мы можем тоже так же сказать, что так же были выделены деньги на ремонт спортзала. Сегодня можете даже его посмотреть и показать. Субтитры создавал DimaTorzok Это вот два таких объекта, которые мы в прошлом году завершили. И я думаю, что для личного состава, ну и опять же, повторюсь, для граждан района, наверное, это событие, скажем так. Мне хотелось бы, как главе муниципального образования, выразить благодарность и от себя лично, и от Совета депутатов города, и Кингисеппа, и Кингисеппского района, к руководству главка, главного управления по Ленинградской области, по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Потому что действительно вопросы безопасности, особенно связанные с дорожно-транспортными вопросами, они актуальны, они актуальны по всей России. И мы видим, что для того, чтобы такие вопросы решались положительно, успешно, для этого сотрудники должны находиться в соответствующих комфортных условиях. Сегодня это помещение соответствует всем предъявляемым к этому требованиям, где сотрудники будут нести успешно свою службу. Я думаю, что это еще лучше повлияет на качество безопасности дорожного движения в городе Кингисеппе, Кингисеппского района. Но в свою очередь хочу отметить, даже при отсутствии этого помещения, находясь в более сложных условиях, сотрудники Кингисеппского отделения ГДД по району и городу достаточно успешно справляются с поставленными задачами. За это им отдельная благодарность и думаю, что руководство главка это оценит и отметит и офицеров, и сотрудников, которые непосредственно выполняют эту задачу соответствующим образом. Желаю всем кингисеппцам соблюдать правила дорожного движения и помнить о том, что наши сотрудники ГИБДД появятся на месте происшествия или на попытке совершить дорожный транспортный происшествий вовремя и его предотвратить. Желаю всем благополучия и здоровья. Сегодня это современнейшее здание, оснащенное всеми материально-техническими средствами для службы комфортно. У сотрудников в кабинетах есть в принципе все надлежащие материально-технические средства для того, чтобы осуществлять им свою работу. Также для посетителей, для тех, кто сюда приходит, все подготовлено, все надлежащим образом сделано. Поэтому, действительно, сегодня отдел достойно, Медисепский отдел ГИБДД достойно работы. Есть куда, конечно, стремиться, но тем не менее безопасность на дорогах в городе улучшилась. Я коллективу отдела ГИБДД желаю на этом, на достигнутом не останавливаться, чтобы у нас вообще не было происшествий на дорогах. Но и взаимно хочу пожелать всем, кто садится за руль, чтобы они тоже понимали, что автомобиль – это средство повышенной опасности на сегодняшний день. Соблюдали культуру езды, и тогда их никто наказывать не будет. Субтитры сделал DimaTorzok